Вододин 20 сентября родились. Фадей Билинсгаузен, мореплаватель-адмирал, он возглавил кругосветную экспедицию к берегам Антарктиды. Николай Симашко, врач, фактический создатель советской системы медицины. Николай Тимофеев-Рисовский, великий биолог, генетик. Протоиерей Александр Мень, которому довелось исповедовать Николая Тимофеева-Рисовского незадолго до его смерти, называл его «человеком возрождения» и добавлял «Мне представляется, что таким должен быть христианин». Писатель Данил Гранин посвятил ему роман «Зубр», а один из учеников писал об учителе. Он вел доверительные дружеские беседы с датским королем-христианом и выяснял через мордобой отношения с аборигенами преступного мира. Дискутировал с Нильсом Бором и Томасом Морганом и учил генетики зэков и охранников. Один из основателей радиобиологии, генетики, биофизики, молекулярной биологии, а еще человек исключительно силы духа. Талантливый ученый бежал из СССР в конце 30-х годов, бежал от сталинских репрессий. Но оказался в гитлеровской Германии. Там он отметился тем, что спас десятки евреев и астарбайтеров, выдавая им липовые документы. В 45-м году он был все-таки схвачен НКВД якобы за измену Родине. И в заключении Тимофей Фрисовский продолжал много работать, в частности в области радиационной безопасности. Работал после освобождения, в основном на Урале, потом Обнинске. Честное имя этого крупнейшего ученого было целиком реабилитировано Верховным судом России только в 1992 году, после его смерти. В этот день, 20 сентября 1610 года, в Кремль вошел контингент польско-литовских войск. Началась двухлетняя оккупация столицы России. Первоначально это было не похоже на оккупацию. В период Междуцарствия Боярская дума предложила русскую корону польскому королевичу Владиславу. Вторая сторона переговоров приняла почти все условия, согласилась даже на переход импортного принца в православие. Но когда польско-литовские полки вошли в Кремль, условия уже диктовали они. Теперь по требованию польского короля Сигизмунда уже Россия должна была принять католичество, а не наоборот. Религиозный вопрос взорвал страну. Вы видите, как ваше отечество расхищается, как ругаются над святыми иконами и храмами, как проливают кровь невинную. Писал патриарх Ермоген во звание во все стороны русского государства. Идея освобождения Москвы привела к ее стенам сначала первое народное ополчение, потом второе во главе с Мининым и Пожарским. 20 сентября 1802 года император Александр I подписал указ о введении министерств. Они заменили введенные еще Петром Великим коллегией. 20 сентября 1854 года произошло сражение на реке Альма. Это было первое крупное сражение Крымской войны с отрядами англо-французских войск. 20 сентября 1862 года в Великом Новгороде был открыт памятник Тысячелетия России. Он был приурочен Тысячелетию призвания варягов на Руссию. В 1862 году Россия должна была отмечать круглую дату Тысячелетия приходу на Русь князя Рюрика, основателя Первой династии. За три года до события был объявлен конкурс на лучший проект памятника. Конечно, монумент должны были поставить в Новгороде и древней столице Рюриковичей. Победила концепция молодого выпускника художественной академии Михайло Микешина. Общая высота почти 16 метров, колокол в основании, большой шар держава на вершине. А по кругу статуи и горельефы с главными творцами русской государственности. 17 важнейших фигур наверху и 109 внизу. Интересно, что здесь можно было найти изображения Витовта и Ольгерта, которые случалось и воевали с Москвой. Однако Россия 19 века считала себя наследницей и их дел. Была и Марфа Борецкая, сторонница свободного Новгорода. В то же время отсутствовал Иван Грозный. Он был не просто символом диспотической власти. В 1570 году этот царь устроил кровавый опричный погром в самом Новгороде, месте установки памятника. От того-то, от его фигуры решили отказаться. Деньги на монумент собирали всем миром. Однако 150 тысяч не хватило, и тогда из госказны было выдано еще 400 тысяч рублей. День открытия изваяния превратился в пышный праздник монархии. В Новгород прибыл император Александр II. Как писала пресса, тут комментариев не нужно. Когда видишь царя среди народа, когда видишь эти восторженные и благоговейные взоры толпы, когда слышишь их оглушительные крики, которыми народ встречает государь. 20 сентября 1934 года ледокол Литке впервые за одну навигацию прошел северным морским путем вдоль арктического побережья Евразии. Таким был этот день 20 сентября. Редактор субтитров А.Семкин